огромный привет начинаю новый влог девчонки детей только развезла по школам у нас прям такое солнышко активное сегодня вай-вай-вай-вай дверь закрывается вместе со мной в общем думаю чем вкрасить свой досуг потому что у нас газ так до сих пор и не дали перед объездом налила водички показ сотейку вести она там собиралась я думаю воду налью и вот здесь буду наводить порядок потому что здесь просто катастрофа когда я делала здесь последний раз эту уборку я даже не припупом даже дайте ему когда еще в океане если боже мой здесь смотрите как хорошо вписался в этот пейзаж вот эта бутылочка чья-то если такие четыре но это только муж или и город может так сделать с мусорку выбросил а если кто-нибудь рукой нечаянно задел и вот это видите прекрасная палочка не знаю не прям тут украшали по полной все выбрасываем намываем натираем и идем ждать газ сегодня у нас девчонки будет разборка этого кухни туда ближе к больше после обеда конечно и в магазин еще нужно съездить за продуктами сегодня кстати тыква лежит так она и лежит и не знаю будем мы ее варить нет я родителям одну покупал вот когда мы ездили в ростов по дороге одну себе начать такое ощущение что у меня так и пролежит вот такие вот дела в этом году все одно мыло здесь я крылечко свое цветы еще полить воду такой сделать влажное то не от сухости выпадает оттуда мои супер цветы вообще хотя она на буду сегодня завтра можно даже нет сегодня вряд ли керхера во дворе хочу все это убирать и помои их заодно тепло сегодня на улице афоньку забрали афонька пошел до родителей в гости салфетка это его рачки утра протирал хорошие кстати спасибо кто посоветовал эти салфетки для очков вообще крутые разводов не оставляет быстренько все так девчонки я сняла стирку и пока у нас нет газа но есть свет надо хотя бы погладить половина дел поделать те которые нельзя уже будет делать когда тут газ я буду готовить в общем чуть заморочилась так смотрите в покупках икея я забыла показать девчонки что мы купили еще туда столешницу так сейчас будет цвет ура значит помните да стоял здесь красный стол у нас он был короче он был вот так где-то и вот раз такие мы ходили я может быть так срочно меняем и как хорошо стало смотреться слушайте срочно меняем этот красный столешницу потому что она уже насколько я лет ей горкина она была года два мы ее покупали ну вот лет восемь да она уже села начал смотрю же клупать там а сейчас мы ее сняли на улицу вынесли снизу всякорадашом из рисована ой это просто не шел ножки остались те же хотели ножки взять белые тоже новые но у них не было ни черных не белых наличии игру а зачем если у нас как раз на столе и такие же белые могут а точнее это я думал красный все отлично сейчас я просто натру это все-таки это заляпаны и хорошо что мы взяли больше и мы все-таки спорили может когда покупали на это точно такая же как у вас стоит ягода нет она больше да нет это точно такая же ну и хорошо что она больше смотрите как хорошо стало а свободно стал у нас принтер здесь рабочая зона детей тоже свободно и даже этот хорошо стал на так что вообще красота хорошо что в этой комнате эти полито вроде я просто единственно не пойму где коврик для мыши куда муж его убрал тут лежал коврик для мышки куда он делся единственно что не могу найти сейчас я здесь на труб протру пылесос у меня придет будет сейчас убирать единственного в этих всех системах вот в этих компьютерах и во всем остальном мне не нравится вид под столом из этих кучи миллион шнуров что это к с ними не делала и на вот эти стяжки скручивала чтобы они хотим по уже висели но развод хаос конечно это некрасиво было бы задняя планка можно было это все конечно за стол за закрыть этой планочкой так ну сейчас буду чем думать может быть так так скручу как-то перенесу что-то сделаю в общем а почему пилот стал здесь уже был наверху сайте у них там лежал и там все включалось кто его сюда перекинул все девчонки сейчас буду заниматься тем делом тут мне стерка в гарнеробную пойдет мусор выбрасываем и вперед все хорошо получилось пылесос возьму сразу вот пока школьники учатся ради тираж убирал не пойму откуда столько мусора постоянно берется так здесь нормально вроде все нормально включаем давайте я хотя бы с вами так поздороваюсь головах правда у меня не первой свежести без сережек без без прекрас вот как есть утро встала детей отвезла и вот такая суботышная красивая девочка ходит по домам все оставляю его пусть немножко пыль по собирается девчонки оставляя пошла без глажки хочу перегладить перегладить потому что один раз положил второй раз положил через полдня приходишь на такая гора сотейки не всегда всего сейчас во время учебы и все время этим заниматься бывают такие дни когда у не по два дополнительных занятий помимо школы вот поэтому сейчас буду гладить все включим ух свет какой ну вот как то так у меня получилось я здесь натерла пыль везде девчонки знаете кажется прям ну чисто куда не глянешь зайдешь ну вроде бы хорошо начинаешь приглядываться вообще был супер пыльный здесь казалось вообще у нас чисто приглянулась тоже пыль как-то она все это собирается все непонятно стул натерла тоже егору так мы и не купили эти кожи ночью что-то я прям побоялась эти кожаные брать во первых на них сидит не очень удобно мне кажется там все будет прилипать потеть не знаю если кроме только в одежде а у нас к частенько труселях одних тусуется и все-таки это кресло на как больше дышит или что не знает допустим на белом том кожаном кресле или стуле он нарисует этой ручкой все уже считай катастрофа поэтому как-то еще сомневаюсь по поводу белых стульев эту комнату и как это мне умничала дать с этими проводами в общем я их сняла из системного блока и сверху кстати подняла сделала таким образом подняла пилот наверх скажу детям чтобы они вообще его не трогали провода все более-менее поднялись и девчонки вот есть тяжко такая у нас дома они лежат периодически мы ими пользуемся по надобности я их с пола подняла подвесила для чего для того чтобы пылесос сюда доезжал потому что когда вот эти провода шнуры лежат на полу он их рассматривает как препятствие вот не подъезжает видит их и разворачиваться получается вот эта территория на вообще никогда не убирается не не пылесосится и его сейчас я их подвязала то есть у него свободный доступ он будет здесь более менее хорошо убирать не знаю как то так вот этот вот системник в принципе он не мешает и это когда какой молодец все-таки муж что он настоял на этой столешнице сказал что нет наташа она точно такая как у нас дома хорошо что она оказалась больше прям очень удобно прям вообще прям комфортно будет сидеть я сейчас тоже рабочий стол села такая тут можно вот как у них были онлайн уроки девчонки раз мы здесь поднимали клавиатуру суда и как-то пытались разместить и тетрадку и получается камеру а сейчас свободно клавиатуру убрал тут место прям предостаточно что писать что-то делать в общем молодцы как я хотела лера мерлен купить еще вот такие вот горшки такие побольше еще побольше мы туда не зашли во-первых забыли во-вторых были уставшие что-то как-то прям тяжело в этот раз далась эта поездка с этим диваном носились как дурни со ступой не так я не купил эти горшочки как они красиво смотрятся какие они удобны без этих поддонов и цветы у них вот так хорошо растут и комфортно вот эти горшка действительно немножко видите на солнце эта сторона очень жаркая и все-таки по припаливались они что ли надо их развернуть так а так хорошо растут это тоже с леруа мерлен сети цветочки выгоняет новые листики и здесь тоже молодец растет так что вот такие вот у нас дела сегодня держала чтобы не поймала что у меня с ногами с руками цветочки мои стоят не знаю где муж их заказывал очень хорошие бывает иногда привезут розы вроде они вечером свежие утром встаешь они все уже пара это прям стоят как будто только их сорвали с веточки видимо действительно очень свежие так не покажу вам покупки магнитами небольшие что у нас сегодня еще сегодня девочки даже не знаю второй этаж надо подняться все там разложить надо потихонечку переносить мне в общем кухонный гарнитур надо как-то потихоньку его расхламлять освобождать какие-то ящики что-то ставить в общем буду заниматься чисто такими хозяйственными делами вот так что оставайтесь со мной не поймала что глаз камера чуть потухла а вот встретимся чуть попозже поехал за ребенком а Субтитры делал DimaTorzok Девочки, это перед школой, да? Я уже приехала, вы видели, да? Вот это на белой машине девушка, и на черной машине это были девушки, понимаете? А если бы они просто, видя, что я еду по своей стороне, стояли бы на своих местах и не пытались бы ехать мне навстречу, если бы было бы намного проще, я бы проехала по своей стороне, а они бы потом выехали свободно по моей стороне, проехали бы прямо, понимаете? Ну вот, не знаю, недопонимание, мало опыта приводит к тому, что вот такие ситуации случаются. Одна не знает, сначала выехала, увидела, на что она думает, что я буду съезжать? Нет, я еду по своей полосе, я не собираюсь съезжать ни на какие там, ни на какую землю, ни на какие бордюры, потому что я на своей полосе, зачем мне лишнее движение? Это ты, когда видишь, что выезжаешь на встречную полосу, а там помеха едет, автомобиль, это ты должна думать, как ты будешь выходить из этой ситуации, понимаете? А она начала ехать, потом поняла, что проехать не сможет, начала назад сдавать, немножко не помещается, как-то там заехала-стала, при этом начала на черной машине, видит, что я на своей полосе хочу проехать, начала еще на черной сдавать назад. Ну, вы все видели сами. Вот так вот. Если у вас нет опыта, если плохо у вас получается, не надо заезжать на такие узкие улицы, тем более к школе, где вы знаете, что проезда совершенно нет. Ну, поставьте их там, как другие ставят, перед этим перекрестком. Там столько много места, где можно поставить, там сделать, я не знаю, 10 шагов возле школы. Ну, так и бывает. Ну, вышли из этой ситуации, пойду за Егором. Мне надо в класс к нему зайти. Сегодня утром, он мне сказал, мама, я вчера в классе, ой, а что она ребенка оставила, сама что-то там переезжает, а если она сейчас это, ой, она сзади машины пошла, кошмар. Этот, надо же было посадить ее, что-то какой-то день дурацкий. В общем, Егор вчера говорит, не нашел свою обувь, вторую обувь надо было переодеть. Мама говорит, по всему классу ходил, не нашел. Хочу сейчас спросить, если он сегодня нашел, пойду заходить в класс и искать же ее. Как раз какой-то коты феи, которую тут кожаные, самые дорогие, решили в классе оставить. Найдем теперь. Найдем. Поехали на базу, идем сдавать спортивные штаны. И я Егору говорю, пойдем со мной, штаны сдадим, я тебе зайду тут рядом, вот как раз магазин Мария, куплю тебе что-нибудь там из игрушек. Да, Егорка? Сегодня удачный день был в школе. Круто, а ей? Да, хорошие оценки получила. В общем, у Егора все замечательно, это хорошо. Все, идем сдавать. Мы покупали. А где что-то в магазин? А, нет, он дальше. Что-то у меня они все на один этот. На один манер. Надо было сюда проехать. Я почему-то думала, чтобы припарковались возле машины. Ой, возле магазина. Сейчас пойдем поищем. Так, магазин детской одежды. Да, вот тут вот для мальчиков сейчас сдадим и пойдем за игрушкой. Ну, быстренько, спокойно сдали, получили свои тысячу пятьдесят, да, Егор? Да. И пойдем их приятности себе делать, да? Подкашлить, подкашливать начал, не пойму, из-за чего. Вот, наверное, ты бегаешь, Егорка, колечком по дому, а все равно уже прохладно, застываешься, сидишь, наверное. С их труселях. Все, вот мы в магазине. Мария, идем сразу строго на автоматы, да, Егор? И пулеметы, шпаги. Тут для мастеров. Папа, если инструмент сломается, можно его сюда привезти. Вот набор за четыреста шестьдесят рублей, пожалуйста, вот. Зачем, да, тратить, покупать дорогие? Здесь все уже есть для его работы. А, ну-ка, автоматик. Ну, хочешь, поскорить? Да, выбирай. Так, наши покупочки, это какой-то маленький воин. Здесь у нас лук. Меч это называется, да, Егорка? А покажи тебе еще какой-то ППШ. Покажи тебе ППШ. Это ППШ-десантинка. С разведчиком купил. Да, тысяча рублей. И еще что-то твоего брала. Какой стоишь, извините? Тысяча стоит, а? Мой, по-моему, тысяча. А что тут, где его рука? Ну, что страшно, покажи этот, что тут. И вот такое мачете, да, ты говоришь? За восемьдесят пять. Угу. Да, пошли. Девчули, мы уже дома с Егором. Красные цветы. Сейчас я поменяю воду, чтобы они подольше постояли свежими. Обычно у нас, когда купишь, знаете, я же говорю, на следующий день они какие-то вялые. А это прям стоят такие плотные, ну, такие красивые. Ну, просто милота. Прям так жалко цветочки, что они вялые. Ну, и стояли по месяц, да, девчонки? Не знаю, куда прям вот поставить и куда деть. Ну, такая красотища. Просто, просто. Как для фотографий. Так, значит, смотрите, девчули, показываю вам покупки, которые мы сделали сегодня с мужем. Вообще, я ездили в биг-шоп, покупать ему на работу вещи. А рядом там, соответственно, магнит, но, пользуясь случаем, кстати, он половину своего здесь оставил. Я вам прям с пакета буду показывать, чтобы не выставлять это красиво. Так, смотрите, это Софийкин заказ. Он нас любит активы именно со злаками. Это еда мужа. Он без нее такое ощущение жить не может. Молоко купили, ну, на общее пользование. Нам нравится вот это молочко. Ой, ну как нам нравится. Я же его не пью, а остальным мужу нравится пить с печеньем, ну, со всякими такими мучными изделиями. Вот это вот добро он купил себе на работу. Говорит, ты взял на подобие что-то вот, типа, в нашем темпе. Она говорит, вообще не мылится. А дурона хорошая. Ну, он взял себе. Потом вот эту штуку купил. Сорти. Я говорю, такие вещи надо покупать не в магните, где они в три раза дороже, а такие вещи надо покупать в фикс-прайсе. Там можно за 50-е, по-моему, это сорти купить. Или, не знаю, ну, очень дешево. Он говорит, ну, ты же не покупаешь, когда ездишь. Я говорю, ну, вы же не говорите, что вам надо. Это масло, вот это благо. Недавно взяла и к родителям заезжала. Привозила обычное масло на лечо, на аджику. И вот такое тоже выложила. И потом говорю, я вас масло не забывала? Мам говорит, да, забывала. Я папа спрашиваю, пап, ты такое масло ешь вообще? Оно с ароматом. Он говорит, ну, та же, я вообще такое масло люблю. Тоже помидорчики поливать. А я говорю, ну, все, оставила. Себе купила новое. Так, девчонки, типа акция, да, в магните. И получается по 130, мне кажется, 130. Это, конечно, дорого, но взяла. Вот этот аромат мне нравится. Он такой какой-то нежненький, действительно. Не понятно, как парфюмированный. Вот очень хороший взяла. И по 119, мне кажется, если я не ошибаюсь. И, кстати, что-то начало протекать. Надо было сразу. Видите, по-моему, это не веет и протекает. И здесь у нас увлажнение и забота. Тоже такой нежный, да. Или это да, протек. В общем, так, убираем пакет, сейчас выбраться будем. Девчонки, Софийки, в комнату все время хотела купить этот Аглэйд. Что-то мне Аглэйд больше нравится. Он как раз подходит. С экспресса вот эти штуки. Я не знаю, может она и Айрквик подходит. В общем, свежесть утра взяла. Сейчас пойду, установлю у нее батареечки. Возьмем с собой ароматизатор, свежитель воздуха. В комплект входит. Один универсальный, значит, вот такой баллон. Вот это сам. Сам автоматический распылитель. А, батарейки здесь есть. Ну, это просто прекрасно. Вам 600 рублей. 500, 550, 560, как-то так-то. Стоило добро. Софийка написала, что Соня, ну что магните купить? Пишет, купите шоколадки с орешками. Взяли вот такую мелку с орешками. Взяли вот для меня новинка. Я даже этого не видела. Видишь, как косолапый, наверное, вкусный. Слушайте, вот такая шоколадочка. И с кокосом. С кокосом она тоже, в принципе, любит. Дела на выбор. Думаю, будут выбирать, что понравится. Пусть ест. Дальше майонез. О, боже, девочки. Я и не видела, что у нас тут. Это три, уже четыре. Кошмар. Четыре майонеза. Так, дальше Софийка заказала чебупели. Чебупели. Как раз сейчас газа нет. Самое то погрело. То есть все. И я и делала еще без добавления сахара вот такую активу. Как-то новинка. Дальше что? Ой, самое вкусное. Слушайте. До этого с мужем ходили, заглядывали. Не было. Кстати, такая, как мы ели в Новороссийске. А сегодня проходим. И Сава говорит, о, смотри, Наташа, красная икра появилась. Говорит, давай берем. Я говорю, ну, правильно, давай берем, конечно. Тем более у меня. Мука, увелка. Вот, не знаю. Макфы не было в Магните. Из больших там вообще. Была увелка. И, по-моему, еще какая-то вообще незнакомая. Но решила взять вот именно такую увелку. Не знаю, может приблизить. Как она, если кто пробовал. Ну, мне кажется, должна быть неплохая. В принципе, продукция это хорошая, да? Так, дальше. Печенье в глазури. Эту тетрадку Егору я взяла на это, дневник чтения. Софийка, как отца, все тетрадки общие забрала. И у Егора не было. 96 листов. Это он дневник чтения будет в ней вести. Это он вчера завел тоненькую. Она неудобная. Потом макарошки взяли. Привет. Ты сто? Ты где был? Ты где был? Где-где ты гулял? Где гулял? Вот такая форма, которая быстро варится. Мне нравится. Они прям закинули бытия. Чик-чик. Когда особенно торопишься. И вот эти наши любимые. Спирали. Дальше, Егор. Фу, Егор. Афонь. Ой, а почему мы вот это закинули? Это, наверное, муж. Капец. Это, девчонки, этот. Сейчас скажу вам. Гейзер для ванны. Он-то какой душистый. Вкусно пахнет? Нравится? Вкусно пахнет? Егора взяла и Софийки взяла. По одному. И смотрю, он лежал в пакете с хлебом. Но я не знаю. Сейчас понюхаю. Да нет, вроде. Я не думаю, что за короткое время могу там все питать себе. А, закончился у меня же все закончились кремы для век, девчонки. Надо или Каберлик выписывать, или тот же на Велберрис брать этот, который у нас корейский был. И поэтому пока я взяла из пяти трав антивозрастной крем-лифтинг для век. Так, давайте посмотрим, откроем. Мне уж интересно, как он там внутри состоит, из чего. Так. Сейчас попробуем. Девчонки обычные, как в их репертуаре, обычные, легкие, такой крем. Приятный аромат у него. Такой, самый-самый-самый легкенький. Не учусь, что тут брусника, алтей, какой-то фиалка, радиола розовая и женщинь. Все попользуюсь пока, чтобы что-нибудь не приобрет. Удачный, не знаю, сколько он стоил. И Егора, главный заказ был, это круассаны. Никогда он их не ел, девчонки. Раньше покупала, и вот это лежали, они пока не засыхали. А сейчас сам просит, мама, купи именно со вкусом ванильки, пожалуйста. Ну, взяла. Вот, странно. Видите, взрослеет, и все. И у него вкусы прям меняются, начинает какое-то хоть разнообразие в его пище появляться. Это очень радует. А то вот эти раньше бутерброды с сыром и тостом, это было что-то страшное в нашей жизни. Все, сейчас это все разнесу. Надо сразу отделить, что наверх, это наверх. Синим Егорке возьмем, а желтым Софейке положим. Все, остальное надо здесь распределить, разложить. Я сейчас просто наверх побегу. Надо там наверху еще немножко прибраться, пока Софийка не позвонила за ней ехать. Такие вот дела. Девчонки, здесь у меня картошечка на скорую руку. Здесь у меня гречка по-купечески. Быстрее-быстрее заканчиваю. Муж уже перенес. В общем, зал. Вот это он, стол, стулья. Вот, давайте я вам покажу, как там получается. В общем, девчонки, я посмотрела такая и думаю. Вот, оказывается, какой должна быть кухня для нашей семьи. Вот она, вот эту, вот из нее, из этого помещения надо было делать кухню. Вот это красота, скажите. Здесь прям как это стол заседание какое-то. Убрали, естественно, ковер, потому что если ездить будем, я представляю, что здесь будет происходить. Так что вот так получается. Афон, ты гулял, что ли, ходил? Афон? Я тебя зову, зову, а ты где бродишь? Машину вздывал. Так что здесь надо подальше будет поставить, ближе к середине. Потому что этот... К сыновесикам слишком близко, мне потом еще их стирать после ребят наших. О, уже Егор перенес свои вкусняшки сюда. А, ты перенес. Я зашла и говорю, вот какой должна быть кухня для нашей семьи, да? Вот если в это помещение сделать кухня, классно было бы. Вообще здорово. Шла, упала луч солнца. Смотрите, какая у меня дверь. Это вообще, это что-то страшное. Видал, Савар? Наташа засранка какая. И здесь все размазано. Я вообще даже не пойму, откуда это все происходит. Ванная и то поприличнее дверь. Аж скуда вот эти... Не знаю я, Афон. Это не ты тут фулиганишь? Вообще, я хотела стирку пойти повесить. И все, наверное, на этом буду уже влог заканчивать. Хочу его сейчас смонтировать и уже выложить вам. Потому что сейчас придет кум. Сейчас мы будем этот... Помогать он будет. Вот, то есть, крестный, получается, Софики и Егора. У нас один крестный на двоих детей. Вот, сейчас он придет, будет помогать кухонный гарнитур разбирать. Поэтому я буду там все переносить, девчонки. Не знаю, если, может быть, надо снимаю на вторую. Ну, еще и еще. То будет второе видео по этому поводу. Если не до этого будет, то извиняйте. Уже покажу завтра итог. Так, так что сейчас повесим вещи и пойду помогать.